На сегодняшний день в ряде средств массовой информации появились сведения о том, что в регионе наступила эпидемия гриппа и остро-респираторной вирусной инфекции. От Министерства здравоохранения Саратовской области хочется отметить, что это на самом деле совершенно не так. На сегодняшний день мы имеем стабильный ежегодный, связанный с погодными условиями, наступлением календарной и погодных условий зимы, имеем небольшое превышение эпидемического порога по ряду возрастных категорий по области и немного по городу Саратов. Еще раз хочу подчеркнуть, что это совершенно закономерное явление, которое случается ежегодно, но должен сказать с положительной стороны и точки зрения, что в этом году наша область уже совершила значительно более даже существенный рывок в плане вакцинации. Нам, в общем, общеизвестно, что вакцинация является самым лучшим средством профилактики гриппа совершенно точно и других остро-респираторных вирусных инфекций. Мы привели уже больше миллиона 67 тысяч человек, и вакцинация еще пока продолжается с учетом того, что, по сути дела, это только первая неделя, когда мы имеем небольшой подъем свыше порога заболеваемости. Поэтому очень хотелось бы со стороны Министерства здравоохранения призвать жителей Саратовской области завершить вакцинацию, которую, если кто-то еще по каким-то причинам не успел сделать. Опять же, подчеркну еще раз, в связи с тем, что это лучший способ профилактики данного заболевания. Ну и, безусловно, для того, чтобы предупредить заболевание ОРВИ или гриппом, вне всякого сомнения нужно вести здоровый образ жизни, правильно питаться, высыпаться, в достаточной степени отдыхать. Ну и, безусловно, такие банальные способы профилактики, которые вне всякого сомнения работают, это регулярный метеорок с мылом, это избегание контакта с лицами, которые явно имеют признаки заражения. И самое главное, в случае, если вы, не дай бог, заболели, то, конечно же, нужно своевременно обращаться к врачу. Если есть температура и какие-то вторальные явления, кашель, у нас надо кататься дома, вызывать врача на дом и обязательно следовать его рекомендации, ни в коем случае не заниматься самолечением. Но так хочется пожелать всем здоровья. Спасибо.